Автомобильный тоннель под железнодорожными путями, соединяющий Расторгуевскую и центральную части города Видное, часто становится местом дорожно-транспортных происшествий с участием большегрузного транспорта. Сейчас здесь установили новый ограничитель высоты для въезда в тоннель и специальные предупреждающие знаки. На комиссии по безопасности дорожного движения поработали вопрос об установке дополнительных дублирующих знаков перед Расторгуевским туннелем, который будет установлен по левой части. И дополнительно еще отработали со спутниками навигации для того, чтобы в навигаторе этот проезд был закрыт для большегруза. Также пользователи социальных сетей обратили внимание, что недавно на пешеходном переходе около Расторгуевского парка была нанесена зебра, но уже через некоторое время полосы были закрашены. Оказалось, что дорожники немного поспешили, и этот вопрос должен пройти согласование. У нас есть решение комиссии по нанесению данного пешеходного перехода, но для того, чтобы данное решение вступило в законную силу, нам необходимо внести изменения в проект организации дорожного движения и согласовать это с ГИБДД. Кроме того, угроза безопасности дорожного движения возникает на участке дороги у магазина «Пятерочка» на Петровском проезде. Все дело в несанкционированной парковке автомобилей, расположенной рядом с торговыми объектами. После того, как люди зашли в магазин, затарились, закупились, они садятся в машину, и чтобы уехать с этого места, они вынуждены сдавать назад и перекрывать, в лучшем случае перекрывать полосу движения. Плюс ко всему пешеходы вынуждены проходить по краю проезжей части. Парковка, магазин, как бы себе я сам отгородил, вот, этот вопрос мы решаем. Работает эвакуационная техника, эвакуатор, сотрудники ДПС. Значит, для того, чтобы было безопасное движение максимально. Место для парковки автомобилей должно быть перенесено. Дмитрий Книга, Татьяна Брылова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ.